Здравствуй, зритель дорогой, решила с тобой поделиться, именно с тобой, ага, даже камеру посмотрю для тебя, зритель дорогой, своими покупочками из двух магазинов, поперлась я, короче, выкидывать мусор перерабатываю, иду, ну, если дождя нет, пойду сниму денег с карты наличных, ибо нема, одна сотня с какой-то мелочью осталась, а потом думаю, а что дождик, могу и под дождем пойти, и в итоге я, короче, пошла под дождем, ну, какой он, такой мелкий, Амурс-Белага, увидела, что у нас нововведение, то ли задонатил кто нашему району, то ли город нас спонсировал, ну, в смысле, то ли те деньги, которые мы платим, вот я, допустим, 635 рублей с копейками в месяц за благоустройство территории, все-таки, вот, в отличие от механки, идут именно на благоустройство, если они идут именно на благоустройство, то я согласна их платить раз в месяц, Короче, у нас, я приехала из Древнего, у нас асфальт перпендикулярно нашему дому, фонари, правда, я еще не попадала, чтобы они горели, ну, именно в то время, чтобы они горели, потом, ну, ибо вернулась-то только в субботу, как-то вот не случалось, оказывается, есть площадка, совершенно в бесплатном доступе, там раньше была такая яблони шикарная, когда ее снесли, что-то стали строить, я так расстроилась, потому что как-то шла, сфоткала на этой яблони, еще птички летали, какие-то типа вороны, яблоки, наверное, на ней были, а потом все-таки туда еще дорожку гравием засыпали, может быть, асфальт положат, и вот там несколько тренажеров, слушайте, я так офигела, я думала, что это чисто для детей, как-нибудь будет огорожено ей пропуском по каким-нибудь часам и по определенному возрасту, но моя тетя, да, спасибо ей большое, открыла мне страшную тайну, приходишь любой желающий, а моя племянница сказала, даже ночью или вечером, типа когда темно, и занимайся спортом, ну там можно накачать вот эти штуки, можно что-то, там что только не можно, всего дофига, я пока попробовала, но дома у меня только эти две, потому что когда-то меня давно, моя подружка из моей девчачьей компании водила в какой-то жуткий спортзал, где жутко воняло, тут на свежем воздухе ничего не воняет, только воздухом воняет, то бишь никак не пахнет, и там какие-то штуки такие были, ну может это надо в другом прикиде, там более-менее летом или как-то, если стрёмно, то вечером ночью, я люблю вот эти штуки, там в общем моя тетя на своем примере показала мне, как можно ногами шевелить, вот просто прямими ногами, вообще сначала я поделилась в телеграме со своим приятелем по сканалиту, правда он еще не в сети, поэтому, и уже не в сети, ибо разница в 6 часов, то все, он видимо еще увидит только утром, своим, моей ночью, можно ногами прямими шевелить, держать руками, можно держаться руками, и вот у меня был такой круг, но он был не совсем мой, но родственников в прошлой квартире я его нашла, когда вещи разбирала, а потом его, моя племяшка волокла, ну как бы там стоишь и ни за что не держишься, а тут стоишь, держишься, и короче талию, можно в общем какая-то фигня, наверное, для ног, потому что когда я шла, я поняла, что у меня ноги такие натернированные, хоть совсем чуть-чуть позанималась, но я как бы тепло одета была, еще у меня мороженое в морозилке, в холодильнике, в пакетике, в сумочке, это-то, это Викко, Вика Ко, в смысле у нее в инстаграме такой ник, а Вика Ко вообще, на ютубе, короче, подписчицы, сумочка, оно лежало, и я как бы, ну более-менее тепло одета была, конечно, у меня сейчас идет период, когда людям холодно на меня смотреть, как вчера мне попалась соседка сверху, 20 градусов, что, тепло, а я в плачке такая шарахаюсь, а все такие, чуть ли не в шубах, и я поняла, что я надела вот эту свою пингвиновую кофту, и как бы жарко, вот в теплых штанах и пингвиновой кофте, и поверх еще курточки такой плащиком, жарко, вот надо, то же самое, только вместо кофты топик, короче, и в общем как-то у меня там, это, Мороженое, думаю, потает, тому же она, сволочь, дорогущая, зато из натуральных-натуральных вещей. 70 рублей мороженое, короче, потом покажу. Соответственно, я там только два попробовала, буду потом туда ходить. Буду стараться каждый день ходить, ну, по мере прогоны, может быть, по вечерам. Потому что вроде как стрёмно, с другой стороны не стрёмно. В общем, такая штука. Ещё где у нас там был такой, типа, загороженный, люди, дети, кидали друг в друга мяч или шайбу, или ещё что-то, не знаю, что там кидали. Вдруг эту фигню сняли, мусорку перенесли, что там делать будут, не знаю. Короче, благоустройство цветочного вообще идёт. Человек, задонативший, либо государство, вспомнившее про людей, спасибо тебе государству. Короче, спасибо тем, кто вот это решила благородить. Либо же это всё-таки, когда у нас были эти выборы президента, были ещё выборы, выберем район города, который надо раньше всех благоустроить. Я, конечно, голосовала за цветочный, хотя ещё и была не уверена, что у меня квартира здесь именно будет. Ну, короче, вот, если это ещё и те выборы, то я не зря потратила свой голос. В общем, перейду дальше. Дошла я, короче, в итоге сняла бабла. Иду, зашла, думаю, мне ничего не надо, никакого сыра. Я вчера купила сыр, наелась до отвала. На ближайшие недели-две сыр мне не нужен. По крайней мере, если я его куплю, то есть шанс, что он у меня коньки откинет, ибо кот его не ест. Вообще никакой сыр чё-то зажрался кот, а я забываю. И в итоге я захожу в Тверскую, на какой-то хрен и покупаю себе, думаю, ну, раз зашла, надо чё-то купить, наверное. Ну, вообще, как бы не надо ничего. И купила я себе мармелад. Он у меня в самом низу сумки. Мне такой мармелад за какой-то мой, ну, помимо прочего, там в посылке была всякая сладость, и такой мармелад, по-моему, яблочный, или кураговский, может, скорее всего, яблочный мармелад. Мне присылала одна девчонка, которая меня внезапно смотрит, не знаю, правда, какие ролики, и во флудилке ещё есть, и до сих пор ещё в ВКонтакте висит в друзьях. Она вообще с этого, хотел сказать, с тифаретника, со стеклов рук. Короче, когда-то я нарисовала какую-то картинку, вот так вообще вдохновлённая Казанью, а она ей внезапно понравилась. У нас с ней такой бартер случился. Правда, я не думала, что она мне что-то пошлёт, но она мне что-то послала. Ещё на мой прежний адрес, на Механковский. И, короче, а дальше меня чёрт занёс в магнит. Ну, у меня был список литературы, в итоге из половины списка литературы, точнее, соль я не купила, ибо мне надо было не юдированную соль. Там была не юдированная, но с каким-то антислёживающим эффектом. Нафига мне такая соль? А мне хотелось обычную такую советскую пачку килограммовую. У меня как бы она не то, чтобы закончилась, но ещё, в принципе, пока есть, но уже бы надо. И в итоге соль я не купила. Из всего списка всё, что мне надо, я взяла, кроме соли. Плюс ещё немножко довесок. Вот сейчас я это обозрю. Обозрю, я обозрю. Вот у меня вообще оно не влезло. Трапеза кубанская, пергамент для выпечки, премиум 8 метров, марка. Не помню, сколько стоил вообще. Хотя у меня чек был, но я его уже выкинула, переписав свои расходы, доходы и так далее. Ну, в смысле расходы. Шары какие-то, ну... Вы вообще как-то меня ещё не знакомили. Да, вот мне 34 года, я до сих пор не умею пользоваться внутренней частью плиты, которая вот газовая. Там как-то страшно зажигать было в прошлой квартире. В этой я даже ещё не пыталась. Мне моя добрая тётя обещала объяснить, какие пользоваться. Но тут я смотрю, что-то даже, по-моему, микроволновки. Это как-то микроволновка, значит, ещё какая-то фигня и типа плита. Вот у меня ещё, наверное, что-нибудь написано, что с ней делал кулинарных изделий, бутербродов, готовых блюд из рыб, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, вы-то знаете, а я-то в танке. Вот так, наверное, да? И, короче, я замутила, задумала замутить этот самый, как он там, пастилу, короче, эту. Из каких-нибудь ягод, ягодо-фруктов в своей этой сушилке, которую я всё ещё до сих пор не заюзала. Но я думаю, сегодня, если получится, морковку разобрать и натереть её, которая вот коньки должна скоро откинуть. По совету моей тёте, как мне инструкцию дали по применению. И хозяйственная такая лёля будет, блин. Я хочу часть морковки не в морозилку запигачить, потому что там, в принципе, частично ставить некуда уже будет тогда. А посушить, как раньше бабушка с мамой сушили на этой, на какой-нибудь картонке-коробочке, на этой самой, на кухне, вот у нас стол был потом, значит, эта фигня, которая отапливается, батарея и стена. И, в общем, на этой батарее была картонка-коробочка, и на ней вот эта морковка сушёная, сухо-тертая. Я хочу так сделать ещё с сушёной морковки тертой и переложить её с солью, ну, чтобы вот потом уже готовая суп-коридачка. В общем, мороженое, которое я купила. Я хотела сначала, беру мороженое там что-то, ну, растительный жир. Вот тут растительный жир столько, фортуня столько, а потом думаю, ну, нафиг мне растительный жир. Вот смотрю там всякие, значит, цены, не всегда мороженка соответствует цене, не могу найти. И тут взяла, думаю, сколько будет, столько и будет, и хрен с ним. Вот там натуральные молочные продукты, Карабаева, Костромская область. Была я в Костроме, правда, не совсем до конца. Мы даже с Машкой там умудрили заблудиться. Там же есть улица этого, Ивана Сусанина, да? Пламбир натуральный, 60% сливок, 16% молока, дворные сливки и молоко, хручящий сахарный рожок. Дмитрий Малов, видимо, или Малый фиг знает натуральный 100% состав, который этого елся. Так, 60% листки, 16-4% молоко, 10% сахар, 4% сгущенка, 3,5% молоко сухое, 2% сироп, 2% стабилизатор, 1% желток и 0,2% сливочное масло. Вот такое вот части. А, тут, а сколько, 100 грамм-то вообще? А, 100 грамм. Ну и хрен с ним, 70 рублей за 100 грамм лучше купить, что-то путное. Но хотя бы, боже, знаете, с чего, ну. В общем, сейчас я это буду хавать, у меня все как-то щи не сварятся, капусты нету, кабачок еще не порезанный. В общем, купил. Мне надо было наполнитель для туалетного этого утенка. Вообще, у меня не утенок, у меня что-то другое. Но я как-то забыла, как он выглядит. Вообще, как эти хреновины к нему выглядят. И в итоге, те, которые там продавались, округлые, подозреваю, они бы не влезли в эту хреновину маленькую, овальную. Я купила два разных. По 35 с чем-то. До сих пор помню еще. Мастер блеск Деоблоки для унитаза с ароматом лаванды. Аромат гигинена, пена, антиналет, свежий аромат. Вот такая вот херонина, херонина. Там еще где-то вторая была, но у меня достаются яйца. Купила себе яиц. Вторая категория, 10 штук яиц, окуриное пищевое, столовое, 4 сентября, своя яйная. Ну и сколько оно тут хранится? 25 суток, если плюс 20 градусов, а если минус 2 до нуля, то 90 суток. Ну короче, как бы, надо было мне яиц. Я как-то без них практически меня только угощали, там грибами жаренными с яйцами, когда я была в гостях в деревне, в одном месте. Но как-то яиц, что-то вот у меня почти 3 недели не было. Организм, видать, хотел. В общем, второй блок, это у нас уже такой же, только свежий аромат с лесным ароматом. В общем, два вот таких блока, по 35 рублей штука. Один про запас. Наверное, сначала этот, лаванду в собаке. Потом, у меня как бы есть шампунь, которым я сейчас мою, но видимо, все-таки от длинных волос зависит на сколько долго его хватает. Потому что волос, наверное, сейчас больше, чем когда я первый раз пользовалась этим тайским шампунем, который Влад задарил, который вот в стримах иногда бывает. Такой специфический Влад, специфический шампунь. Ну, в смысле, нормальный Влад, нормальный шампунь, ладно. Спасибо, короче, верующему в Лёльку. Но, в общем, у меня кроме этого шампуня что-то нифига. Я хотела что-нибудь вообще, думаю. Конечно, сама освояю там какое-нибудь мыло, себе еще что-то, но как-то у меня все не до этого. Вот заказ тут еще есть на Дезик. Вот сегодня, может, освояю. Скорее всего, уже завтра не успею. Короче, я когда-то покупала Марсельезец, там был очень классный такой шампунь для тонких волос, или ослабленных волос. Ну, у меня вроде не ослабленные, у меня тупо тонкие. И я не помню, то ли это был гранат, то ли это яблоко. Ну, короче говоря, яблоко именно так, вроде зеленый был, или гранат Хридзе. Короче, 129 рублей, кажется, оно стоило с копейкой. Блин, как же оно воняет, эта хрень. На, попало, да, пока. Это отдушка туалетная. В общем, новинка, Лептит Марсельезец, маленький Марсельезец. Гель-пена для душа в подарок. Вот она тут, гель-пена для душа в подарок. Апельсины грейтфрут, гель-пена для душа питает и увлажняет. И объем шампуня, объем и экстракт, объем и блеск, три. Экстракт трех цветов и грейтфрут. И, в общем, как-то оно тут. Тут какая-то штука еще. Сеанс бьюти-терапии, не беспокоить. А, это типа бонус такой, повесить на дверь, если вы куда-то офинделили, повесить на дверь ванной комнаты, забронирую время только для себя. Но у меня тут как-то кот и я. Если я дверь закрою, а коту захочется в туалет, то ему будет терпеть. И зачем кота заставлять терпеть? Пусть уж идет в туалет. Попробуй новую коллекцию. Лептит Марсель ЕС. Бьюти-терапия, ощути эффект спа в своей ванне и бла-бла-бла. Короче, тут у нас реклама. Масло оливы, пчелиный воск и сладкий миндаль. 50 миллилитров, все по этой самой, миллилитров, сладкий миндаль, масло калитре, средиземноморские водоросли, морские минералы, масло органы, пчелиный воск и масло, лепестков розы. Мне кажется, масло органы и лепестков розы, что-то у меня такое было, был какой-то гель для душа. А, это для ванны, видимо, это типа как пена для ванн, гель пена для ванн. Ну, в общем, вот такая вот хреновина тут довесок. Засунем ее пока туда. Так что, у меня теперь про запас, есть этот самый шампунчик. У меня как бы гель для душа, ну, вот, Лёлька из Тюмени прислала этот, фаберликовский, парфюмированный гель. Кстати, я сейчас духами от этого пользуюсь, этого самого. Феерик Сенсуэль, ничего такие, идут хорошо. Правда, по-моему, они особо стойкие. Может, часа через три уже откидываются. Их уже не чувствуешь. Короче, у меня не полный флакон остался и фрашевского геля, который я как-то покупала, когда последний раз в Ярике была. Или предпоследний раз. Наверное, предпоследний раз. Потом у меня вот этот вот феерик тоже, я его уже начала. И почти полулитра Сенсусовского, тоже от Лёльки, Эйвановского геля с ароматом, который мне очень нравится. Так что, мыл-то у меня дофига, вот гелей-то как-то напряг. Я решила, ну, почему бы и нет. Хотя и пен для ванны у меня тоже дофига. Так, там был какао по скидке. Я и моя тётя взяли его. 90 рублей за полкило. А у меня что-то давно уже какао нет, а иногда что-то вроде как-то хочется. И я думаю, пусть лучше у меня будет какао, чем я буду жрать какое-то неведомое шо. Витамин D, железо, цинк, опти, а, оптистарт. Дело от молока ещё полезнее. В упаковке 37 порций. На одну порцию две ложки плюс 200 грамм молока. Ну, кто-то их не только 200 грамм делает. Ну, и у нас тут морда, лица этого зайца. С ушами завязанными, хвостик. В общем, такая охренадь. И магнити, если у вас в магните есть рядом магнит, я не знаю, это только в нашем магните или повсеместном магнитах парашки. Короче, так сказать, парашки. По России, да. 90 рублей 500 грамм. Думаю, нормально так. Ну, что сейчас где-то вот эти 300-500 грамм они примерно так и стоят, эти подобные растворимые какавы. Купила себе влажные салфетки для фреш, зелёный чай, 15 штук. Батарейки Мега, Мак, Хом, АА, 4 штуки. Ртуть, Кадми. 0,0 процентов. Не знаю, чего их или нет. В общем, супер алкалайн батареи. У меня что-то, в мышке сдохли вчера батарейки. У меня вообще винда начала обновляться. Я монтирую, как раз думаю, что не так, что не так. А потом, видать, от того, что винда стала обновляться, батарейки в мышке может тоже решили помереть, не знаю. В общем, вот этот, надеюсь, что не... Да, такие. Мизинчиковые, точно. Мизинчиковые батарейки потом ставлю в мышку. Ой-ой-ой, досталось у меня. По-моему, у меня досталось раньше времени. Это еще высливнула. 76 рублей в Тверском. 320 грамм слива. Озерский сувенир Малмелад желейно-фруктовый. Вообще, оно мне, по-моему, напоминает... Мне показалось, что хоть что-то такое соорудило, а он просто на кровать придумал. Оно мне напоминает этот вот просто как варенье очень густое. Пюре, яблочное, сахар, чернослив, сушеный чернослив, консервант, однако. Агент, желирующий пектин, кислотный регулятор кислотности, молочная кислота, гидрокарбонат, натрия, ароматизатор, натуральный чернослив. А я-то думала, он более натуральный. Ну да, это ладно, хрен с ним. Уж как есть. КДВ. КДВ групп. 320 грамм. Ну, захавлюсь. Че? Я-то уж купила, не знаю, зачем. Ну и последнее я тут это купила себе вообще вот эту шоколадку Милка, молочный шоколад, 54 рубля по скидке была. Еще хотела у тети спросить, у меня какая-то женщина такая. Ну, вообще люди там доброжелательные, но иногда, знаете, бывает, там подходят в магазин и начинают что-то советовать. Тут говорит, вот такие шоколадки надо покупать. Я, говорит, экскурсии веду. Может, я их не видела? Может, так. Короче, хз. Пообсуждалась с человеком-покупателем шоколадки, которые нужны для мозговой деятельности. Я вот сегодня как раз должна заняться мозговой деятельностью. То, что давно-давно еще Никитосу обещала, все забывала. Он мне напоминал, а я забывала. И еще себе. И, возможно, еще не совсем себе. В общем, вот такой у меня обзор покупачек. Балтологии и тому подобного. Всем спасибо за просмотр. Нифига монтировать не буду сейчас так прямо и долью. Всем пока!